Как-то вы надумали как-то прийти. Да, у нас компьютер сейчас только в офисе на работе. Пришла контрольная писать. Так еще в воскресенье на работе? Да я по своим личным делам пришла. Поступила же я в институт в этом году. Вот сессия в аграрной на экономический факультет. Ну вот так. Надо писать контрольные, скоро сдавать. Уже 26 января сессия начнется. У меня еще конь не валялся. У нас экономисты есть, а работают сварщиками и кем угодно. Совершенно бестолковая специальность и никуда не годится. Нет, факультет экономический. А профессия у меня бухгалтерский учет и аудит. Ну, мужчина он, я говорю. Сейчас с одним юношей разговаривал, а он где? Разговаривает в ЖКХ. Вот ремонтировать там санузлы. Я говорю, вот специальность. Ты всегда будешь сытый. Это деньгак. Ну, не знаю. Первое, это мое медицинское образование. Но теперь надо заново его получать, чтобы что-то помнить. Ну, как в Америке. Он поехали туда, тут знакомый. А там он хирург. Это уже с два года он еще не устроился. Во-первых, знание хорошего языка и идет проверка по всем областям. Я вот слышал, насколько это достоверно. Это, кажется, Смоленинов писал Николай Николаевич. Это замминистра внешней торговли Советского Союза. У них, говорит, вот, допустим, человек работает, это, учится в сельскохозяйственном институте, университете. И вот он что изучает? Ухаживает за коровами, доить. Он все должен сам уметь. А иначе как ты другому? Вот я считаю правильно это. Конечно. Нас вот выпустили, я строительный техникум кончал. Я ничего не умел, ничему не научился. Я все учился потом, когда уже пришло время. На практике. Прижало. Ничего, никакой. Ни техники, не знаю, ни за рулем. И самое главное, как с народом обращаться. Они учили вообще. А я деревне, я вообще не знаю, как подойти. Как с человеком заговорить, я просто боялся. Так нас воспитали. Знаешь, как. Так что надо еще и выбирать учителей хороших. Ну, это уж какие достались. Жизнь учит больше всего. Учишься у каждого, которого встречаешь на своем пути. Учителя бывают разные. У вас гости. Еще ты залез сюда. О, какой. Чем вы их кормите? Ой, да он молодой. У больше шерсти, чем кота. А то котя у меня. Давай, иди гуляй. Аолодя пришел. Ну, ладно, еще там с вашим сыном-то как? Нормально? Маленько? Ну, трудно. Трудно судить, но вроде нормально, не знаю. Принезла бы в гости его, да в лагерь нам сдали бы. Он бы многому научился. Наверное, опоздали. Опоздал со всеми. С большими и с маленькими. Ему сколько лет-то? Семнадцать. А, опоздали, конечно. У меня раньше лагерь был, у меня... Оно вообще безвозрастное. И с армии приходят все в лагерь. И невесты знакомились. Сейчас как-то мелюзга пошла все. У нас, видите, ритм свой. Вот сегодня я выставил собрание, посмотрите, и занятия. А остальные дни тут, которые Сергей из Воронежа, ему пересылаем. А он уже, когда надо, тогда ставит. И сегодня я выставил ролик «Виктор Савченко не спит». Потеряльский в лагере, который я стихотворение написал. А он на музыку положил и играет сам. И тут же я характеристики его поместил. О нем интересно. Ну, а остальные дни там по одному будет. Тоже работа. Новые люди приходят. Мы даже не знаем, откуда. Вот сейчас только разговаривал он из Коломна, около Москвы. Люди с Украины очень многие заходят на наш YouTube. Ну, и находят общий язык. И просто близкие-близкие делаются. Сейчас есть такие, кто приезжать летом хочет, ну, крещение принятие. Жителей-то постоянных еще нету. Они там оседают в приграничных районах. К нам-то далеко с Ильшком. К родине, конечно. Все равно надеются, что когда-то вернутся его. Так, подожди-ка маленько. Сейчас наши в дороге. Говори. Говори. Все, живые остались? Так, я жду. Прямо ко мне сразу заезжайте. Материалы на меня скиньте сразу же. Материалы привезите. Все, аппаратуру привезите. Все, мы ждем вас. Во славу Божию. Тут интересно. У нас же поездка выехали на Благовестие в Романовский район. Там благощины. Это благощины и целый округ, которому другие священники подчиняются. Ну и с разрешения. Тут патриарх Кирилл выступил, чтобы в каждом приходе везде были миссионеры-то. И вот тут как раз и оказалось, что мы на уровне. У них никогда не было, не занимаются. А теперь просто везде спрашивают. Ну и вот собрали. Вот позвонил там настоятель, отец Олег, отцу Акиму-то. Ну отец Аким приехал, здесь поговорили с местным епископом. Тот созвонился, тот благословил и езжает. Ну и наши поехали. Два брата, один за рулем, третий и две сестры. И вот сейчас, говорит, выезжаем оттуда. Ну а я дал фотоаппарат, там все снимают. Так что я еще не знаю, что там. Ну главное, что живые. Ну, конечно. Для нас это немало. Все, когда день хороший очень, тепло прям. Да, какая у нас жизнь идет. Да, у вас все хорошо. Игнатий, у меня тут по культурологии вопрос. На работу. Иконопись на Руси. С чего начать писать, не знаю. Где найти? Подскажете ответ? Так, что найти-то повторил? Иконопись на Руси. Иконопись на Руси. Да вот, с которой мы перее... С Сергеем парализованным. Ты на него выйди. Ага. Ну, он иконопись на Руси. Он узнает, что вы наши близкие люди, знакомые. Он все расскажет. Воронеж. А на Воронеже. Ну, я смотрела несколько роликов. Вот, Козлов. Козлов Сергей. Ну, его найдешь. Мои друзья, зайди и там увидишь его. И вот ему все это задай. Я... У меня есть иконы. Я пошел купил. У меня бумажные, там, копеечные. Ну, не копеечные, подороже маленько. Угу. Вот так. Ну, просто тема такая объемная. А на 10 минут рассказ. Я вам могу скинуть даже на скайп. Я не знаю, тут какой объем входит. А оба иконопосчитания, материал большой. У меня ролики есть, я про иконы говорю. Но это не искусство. Вы хотите, если больше узнать об иконах, и так, по-серьезному. Зарядите Владимир Салаухин. Прямо зайдите в Google или в Яндекс. Это поэт. Он поэт и писатель одно время. Владимир Салаухин. И там он, кажется, в музее или как-то вот так называется. Ну, там узнаете об иконах. Его труды там как выставят. И вы посмотрите. Ну, считаю, что очень серьезные материалы. Много сказано. Сейчас в интернете что угодно найти можно. И как родить, и как повесить все. Все абсолютно. Как пироги пищи, как атомную бомбу сделать. Ну, это да. Ну, я заходила, искала. Ну, материалов очень много. Ну, хотелось бы, чтобы они были, ну, такие. Ну, хорошие материалы вы найдете здесь. Вы еще посмотрите там. Зарядите так. Патриархия. И там иконописцы. Почти в каждой епархии свои иконописные есть. И найдутся там такие мастера, которые все объяснят. Это вопрос такой, чтобы не занесло куда не надо. У нас ролик хороший. Мы его выставим с вами, разговор. Записывай. Потом посмотришь. Так. Мы с чем можем быть полезны вам? Ну, все, в общем-то. Пожаловаться. Я так же знаю, что кукурузу, думаю, будете убирать. Даже не доехали до той кукурузы. Там все перемело вообще. Ну, да. Попробовали дорогу чистить, хотели убирать и на семечку заехать. Но они только прочистили, и на следующий день опять буран, опять там все забило. А в этой рощи вообще не проедешь, наверное, теперь уже. Ну, решили до весны. Ну, если будет убирать, скажите там, площадков, пусть набьет мешка-2. Она, Надя, ехала и говорила, разрешили. Она варила и вкусно. Да вкусно, конечно. Мы тоже дома варили, нарывали. Ну, и ребята там в поле варили. Нам это дороже всякой колбасы, потому что мы мясное не едим, а кукуруза вообще. Ее в Румынии сильно ценят. Я недавно кукурузой занимался по интернету. Что? И сколько собирают? Там вообще ужас один. Вот кукуруза, если я сейчас открою, посчитать. Минуточку, подожди, Наташа, сейчас гляну. Прямо сейчас же. Вот у меня здесь, это она, вот это есть. Вот кукуруза. Красота. Володя, ты мне помоги найти слово кукуруза. Сейчас я просчитаю. Где она? Вверху, внизу? Вот она, кукуруза. Вот, вот слушай, что тут написано. Кукуруза – высокорослое однолетнее травянистое растение, достигающее высоты 3 метров. В исключительных случаях до 6 метров и более. Кукуруза имеет хорошо развитую мочковатую корневую систему, проникающую на глубину метр и полтора метра. Я не слыхал такого. На нижних узлах стебля могут образовываться воздушные опорные корни, предохраняющие стебель от падения, снабжающие растения водой и питательными веществами. Стебель прямостоящая, до 7 сантиметров в диаметре, без полости внутри, в отличие от большинства других злаков. Листья крупные, линейные, потом. На каждом растении обычно 1-2 пощадка, редко больше. Длина пощадка от 4 до 50 сантиметров. Диаметр от 2 до 10 сантиметров. Масса от 30 до 500 граммов. Пощадки плотно окружены листообразными обертками. Дальше. В одном пощадке, может быть, запиши, до 1000 зерновок. Размеры формы окраска зерновок различаются. Ну, вегетационный период длится 90-150 суток. Всходит кукуруза на 10-12 сутки после посева. Ну и дальше. Выращивание ее, где оптимальная температура 20-24 градуса тепла. Вот урожайность. Средняя урожайность составляла в США в 1860-м по 1940-й год. Около 16 сантиметров зерна с гектара. А начиная с 1930-х годов, начались работы по гибридизации кукурузы, приведшие к увеличению урожайности с темпом полцентера с гектара в год. В середине 50-х годов, когда урожайность с их стыгла примерно 20-25 сантиметров в гектарах, произошел новый прорыв. Простые гибриды, неорганические удобрения, химические пестициды, механизация урожайной стала увеличиваться с темпом 1,2 сантиметров в гектар в год. С 60-х по 90-е годы, 1990-х, урожайность выросла с 30 до 70 сантиметров в гектарах. А в середине 1990-х внедряются трансгенные сорта кукурузы с устойчивостью к вредителям, что позволило проложить рост урожайности с 80 до 100 сантиметров в гектарах. Ну и тут все эти, посмотри какие, потом увидишь, я фотографирую, разные цветные, я просто заинтересовался мне, вот. Вот. Сколько там калорий, клетчатки, ну все-все-все-все известно. Это ее стоит, может уменьшить регулярное потребление кукурузы, может уменьшить риск инсульта, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, так как организм получает достаточное количество пищевых волокон, клетчатки и больше. Диетологи утверждают, что употребляя кукурузу, пожилые люди будут способствовать сохранению и улучшению своего зрения. Ну если правильно ее питать, все. Желтые зерна кукурузы содержат большое количество каротиноидов, а это один из лучших инструментов для сохранения хорошего зрения. Вот у меня как раз нужно для зрения это. Вот такое дело. Ну все, это бы я писал. Вот. Да я говорила Жене, когда еще там и можно было проехать, и не совсем там и снега было много, но не выбрал. Вот сидит, ищет, чего ищет, не знаю. Набирается знаний. Так, Володя, я сейчас опущу вот это. Подожди-ка минуту. Ты там включи свет. Я тут маленько опущу пока. Вот так, а то я не видел. Там можно даже другой там включить. У вас хорошо видно. Ходил тут. Он ухаживает за больным. И каждые вот другие дни он позвал сегодня, вот убежал и пробыл там. Там все нормально у тебя? Да, слава Богу. Ну слава Богу. Так. Ну вы Жене передайте, скажи, мне для зрения кукурузы надо. По одному мешку площадков на каждый. Одно на каждый глаз. И надеюсь, два сильные еще по мешку на каждый глаз. А вот и скажите, когда он собирал урожай, а два года назад, уже два года назад, он у меня был здесь вот, когда привез. Я говорю, Женя, ты знаешь, что десятину надо? Да я слышал. Я говорю, так я прошу-то тебя немного. Ты полгектара-то на 6700 гектар-то у меня. Ну, да какой разговор? Я говорю, ну тогда гектар сделай. Пусть один гектар мой будет. Я за него буду молиться, и у тебя будет расти-то. И вот договорились в прошлом году. Ничего нету, ни урожая. Нынче второй год до этого урожая были. Я договорился, и ни у меня, ни у него нету. Надо напомнить, потому что врет человек. Ой, я опять пошла в свое. Вот вчера говорила, ну ладно, я поехал до завтра. Вот завтра, это сегодня, вчерашнее завтра. Без вести пропал. Ну, даже напомните ему, скажи, ты помнишь, говорил? Уже два года, уже два гектара должен. Я ему говорила, Жень, вот там написано в Евангелии, да, значит да. Нет, значит нет. Не надо искать чего-то третьего. Так не бывает. Вот сказал да, значит нет. Для голубей, для голубей, ничего-то просто. Дело-то не то, что вот, ну пообещал, значит ты пообещал. Нет, просто нет. Мы молимся каждый день, воспоминаем молитвы. Это наша жизнь. Люди... А если ты не можешь сделать, зачем заранее обещать? Я вот этого не могу понимать. Он себя не упадывает из сознания. Я побудил его к этому. Я говорю, я уезжаю, буду помнить. А голуби остаются. Мне кормить надо. Он, какой разговор тут запросто. Ну я ждал, наказал Игоря. Говорит, если привезет, ты мне вот сюда его свали. Потому что у Игоря я беру каждый год, и мне уже неудобно. Хорошая. Ну ладно, это так, между делом. Так, если какие-то у вас вопросы возникают при чтении Библии, ты, Наташа, записывай их. Записывай вопросы. И как выходишь, ну видишь, как в роликах я отвечаю по вопросам. Я ничего не выдумываю. Я просто знаю толкование святых отцов. Ну я в ваших комментариях там смотрю, где у вас вопросы, ответы. Вот на сайте на вашем. Ну где можно я вот... А я кукурузу очень люблю. И смотрите, сколько выписала по кукурузе. Сейчас юноша и говорит, ты учись, пока молод, 19 лет. Мне 76-й, и я учусь, и как будто никогда не учился. Настолько интересно жить, а жизнь кончилась. Жизнь быстро проходит, правда. Да, все интересно. И самое интересное, то, что нас Бог возлюбил вот такие, какие мы есть. Возлюбил и открыл нам истину, дал святую Библию. Столько у нас друзей, которые облегчают нашу жизнь вообще. Конечно, и враги скрашивают нашу жизнь. Ну, кажется, без них-то получше было бы. Ну, было бы скучно совсем, наверное. Без врагов-то. Они тоже пользу приносят. У вас маленькому сколько? Шесть. Шесть. Ну, а что, это уже, считай, почти готовый для нашего лагеря. Ты имею в виду. О, да. Мы его плохому не научим. Он будет знать цель жизни своей, уважение, почтение к родителям. Ну, с 7 лет это уже самостоятельно. А до 7 с кем-то сама взяла его и приехала отдохнуть. Побыла в лагере. Мы вас знаем, проверять не надо. У нас в лагере родители тех, которых мы знаем. Один приехал, а сам тайно курит. Ну, мы до вечера уже узнали и попросили выехать. Вот. У нас, видите, опыта. Все-таки 43 года лагерь. Это не два дня. Еще только не было. Я же в вашем лагере там был, где Женя меня возил. Да кто-то когда узнал, что как у нас закон захался, да мне никогда до меня посадят за такое воспитание. Я деру как надо материться. А там матерятся. Он говорит, я ничего не делаю даже. Это бесполезно. Да, сказать нельзя. Это сразу обиды. Начинаются жалобы по высшим стоящим инстанциям. Какой-то дурдом. В школе-то учителя не могут наказывать учеников. Меня вот это вообще возмущает. Но они делают, что хотят. Я говорю, вы почему им это все позволяете? Родители, значит, тоже заявляют дома. Будешь на меня кричать, там, если, не дай бог, еще руку на меня поднимешь, я вообще на тебя позвоню, тебя лишат родительских прав. Вот что за дети, я не понимаю. Это нация приговоренная. Вот посмотрите, фильм такой, королек, птичка певщая. Видели, нет? Ну, турецкий фильм, там одна мелодрама. И она пришла когда в школу. И как там в школе? Видите, какой? Вообще не знает ничего. И однако она начала поднимать этих учеников. И они уже все изучают. Конечно, много значит талантливый учитель. Но и наказание должно быть. Вот в Англии отдельно, как называют их, я не знаю, какие там регионы или что. Прямо существует наказание. Они недавно отменили розгами, розгами специально, экзекутор. Это было в России, это всегда было. А про мусульман говорить не надо. Они очень серьезно относятся. Вот их сейчас избаловали до такой степени. Им даже двойки не ставят. А двойки не ставят почему? Потому что тогда успеваемость падает. Школы и так маленькие, в зарплате учителя потеряют. Эти это быстренько смекители все, значит. Ага, можно не учиться, тройку тебе все равно выставят. В итоге за четверть. И школу ты закончишь. ЕГЭ там как-нибудь худо-бедно нарисуешь. Тоже на минимальное количество баллов. Так нельзя учить. Он никуда не годен этот ученик. Никуда. То есть они его лишают будущего. Да. А это раньше как было? Прежде всего, конечно, у учителя. Потому что он сам ребенок. Но он еще такой. И можно манипулировать этим человеком. Он поддается любому влиянию. Вот сейчас вот так. И оно и в институтах идет так же. Вот мы платим деньги за свое образование. Нас будут учить. Сдадим мы, не сдадим эту работу. Сами дадут, чего сдать нам. Ну, дальше будут тащить за хвост. Это дело лично каждого, кто как учится. Ну, дети, они же, им надо учить так, как надо их учить. Иначе толку с них не будет никакого. Ну, вот, не знаю, наш один только учится в классе, который вот на пятерке идет. Но у него от природы дано вот это, что он как-то соображает все это быстро. Но опять же, физику сейчас преподает учитель трудового обучения. Я ничего не хочу плохого сказать о нем. Ну, он не физик, он не понимает то, что им преподает. Рассказывает и сам же шутит, говорит. Ну, вот, я сам знаю этот предмет на тройку. Ну, надеюсь, что как бы... А им ставят пятерки. Ну, как вот. Ну, я понимаю, что сельская школа... Невероятно, невероятно. Все равно так вот. Не знаю, к чему. Тючев был поэт такой, Федор Иванович. Он говорил, разврат умов и искажение слова. Ну, вот, говорите, влияние какое... Это правильно все. Но если у него крепко заложено христианское воспитание, с ним в школе ничего не сделают. Вот возьмите дети, которые крепко верят. Вот мы ничего не знали, ни Евангелия, но мы знали, есть Бог, и там нельзя в школе пить, мать что рассказывала. И с нами ничего не могли сделать. Пионеры тогда затягивали, прям ничего нет. Разные прививки давали, а мы убегали и не давались. Вот. Сейчас в школе подкармливают, у нас ничего этого не было. Мы не знали этого. То ли это бедность была, или... Я в 56-м только закончил 10-й класс. И ходили в Корщину пешком. Раз в неделю туда-сюда смотается 15 километров. Это не 2 километра. А экзамены сдавал я 2 раза туда и сюда 2 раза в день ездил. 60 километров на велосипеде-то это 60 километров. А бывает и ветер, и против. Да велосипед еще старый. И как-то боялись отметку-то плохую. Вот я учился в техникуме когда-то, в строительном техникуме. Если тройка, тебя лишают стипендии. А меня стипендии лишить у меня ни копейки ниоткуда нету. Я все, я потерял. И мне в одном месте поставили тройку. А почему? Ну, кто-то там что-то сделал у станка. Ну, нажаловались. А я даже там и не был в том углу. Ну, и сказали, будто бы это сделал я. Станок, видимо, повредили. Это я не делал. И он мне тройку поставил. А делали там уже слесарная работа. Нужно было. Ни за что. Оправдывается бесполезное дело. Ну, так и. Но эта тройка была не по такой дисциплине, где. И поэтому как-то мне стипендии сохранили. Поэтому у людей страха-то нет. Он знает, что хорошо или плохо, ему все равно. Этого никогда такого не было. За плохую учебу наказывали. Тем более... Вот я же не так давно училась. Вот уже те же учителя меня учили. Но отношение-то было совершенно другое. И образовательный процесс как-то шел совсем по-другому. И нам действительно давали знания, которые вот нам в жизни дальше пригодились. И они до сих пор остались в голове. А сейчас они ничего не помнят. Вот сегодня урок прошел, и все. Я думаю, что это специальная программа по оглуплению нации. Никуда люди, чтобы негодные были. Как гои, как скоты. Ну, это программа такая. Русская нация истребляется, и поэтому учить не надо, чтобы досчитать, как Гитлер говорил, до ста умели и хватит. Вот и все. Но мы-то живые, мы сами должны интересоваться и считать. Я вот смотрю, опять же, в своей биографии. У меня уши часто было, что я не слышу, а потом отпустят. Я не слышу на уроке, какой урок. Я прихожу домой, и я не знаю, какой урок-то задали. А мне стыдно сказать, что я не слышу-то. Ну, ребенок. И я учусь на уроках на два вперед. И поэтому вот это самостоятельное изучение мне сгодилось в жизни. Я все самостоятельно делал. У меня никакие... Я просто вникал в это дело с детства, приучен был. Из-за чего? Из-за глухоты. Видите, как казалось бы, плохо. И в то же время... Там урок должен быть ничего не знать и не хотеть. Денег нет, каких нету. Три рубля и все, живи как хочешь. Представьте, из Барнаула домой мы ездили по Терявку, я ездил на вагоне. Все время на вагоне. Ветер, холод, ничего. Согнешься между вагонами. Один раз я, не знаю, еще там подскользнулся и полетел. И где вот это номер там вагона, то номер вагона-то засыпился. Белье накопишь, постирать. Домой приедешь, постирал и обратно туда. Вообще ничего нету. И как-то закончили, и жизнь прошла. А сегодня балуют у ребятишек. Все им есть. Да, это очень сильно плохо влияет. Нельзя баловать детей. Я вот с отцом начинаю, со свекором разговаривать. Он говорит, да, мы ему вот все. Он там захотел гармошку. Мы ему одну купили. Он пошел, денег занял. Вторую. В один день привезли домой две гармошки, чтобы сынок научился играть. Вот у него. Он сам пошел там занимать у деда, у соседа деньги. Тот ему дал. На, только вот ради бога, ехай, купи себе, раз ты хочешь. Мотоцикл захотел. Ой, да на, ладно, корову мы в следующем году купим. Че ж детство заканчивается? Конечно, как же ты без мотоцикла? На тебе мотоцикл. Купили, привезли. Ну, стоит он в гараже до сих пор, этот мотоцикл. Вот все, вот все как бы на и на и на результат. Вы знаете, где Потеряевка? И вот мне нужна была гармошка. А на гармошку надо денег ловить. А где? Я ловил крыс, там где свинарник был, и суслика в поле. Шкурки сдать, шкурка первым сортом 6 копеек стоила. Копеек. Ну, они первым сортом редко принимали, а обычно третьим 3 копейки. Его надо суслика поймать, ободрать, высушить, и в Шарчино поехать сдать. И вот накопил я и поехал. Кто-то сказал, там какой-то жил, Семен Плешков, что в Ребрихе есть гармошки. Ну, нет гармошки-то, а я хочу. Ну, я на велосипеде поехал. И почему с собой ничего не взял, не знаю, то ли ничего не было. Я ее купил, обратно ехал. До того есть охота. Не могу крутить. Так поле пшеничное было осенью, я в это поле зашел, пшеницу тер в руках, и жевал, чтобы хоть маленько силы какие-то были. Вот сравнить с тем, что пошел, две купил гармошки. А я на гармошку два года купил, копил деньги, поехал. Видите как? И поэтому как-то научились так жить экономно, и ценить вещи. Интересно, вопрос старого человека, спросили уже, и говорят, ну вот вы прожили с женой почти 70 лет, это как вот так прожили-то? С одной женой, верность. А он говорит, секрет простой. И мы жили в то время, когда вещи старые не выбрасывали, а ремонтировали. Так и старую жену. Ремонтировал я ничего не знаю. Жену на молодую не меняли. Как было? Старый человек, и как у него? А второго где-то в Дании нашли за 100 лет уже, корреспонденты. Ну в чем секрет? Как питался они начали? Ну питался там. Я никогда, говорят, горячее не ел, и холодное не ел, а всегда теплое. А еще что? Да не знаю, все нормально, как всегда. Ну работал и работал, всю жизнь работал. Ну другие работают, столько не живут. Ну а как с людьми общение было? Да всякое бывало. Ну я никогда не спорил. Не спорил никогда, нервы не трепал. А корреспондент говорит, да не может того быть, чтоб жил не спорил. Он говорит, может быть и так. И с ним согласился, и спорить не стал. Ну не надо убиваться, ничего нельзя поправить. Да благодушно улыбнись, у тебя одна жизнь. Я тебе сколько говорю. Не гляди ни на что. Это твоя жизнь. Молодец, что поступила учиться. У нас там Люда Янщук, она закончила там, как что там, училище педагогическое, тоже в институт. И сейчас институт закончил, и в Потеряевке. А другой он, ни с места не движет, только ропщет. Вот тот мешал, другой мешал. Ничего нам не мешает, кроме нас самих. Да, кроме нас самих. Да. Я вот тоже думаю, закончить сын школу, купим квартиру, и будем жить все вместе там. Пусть живет как хочет. Да, Господь усмотрит. Скажи так, есть такое выражение, Господь усмотрит. Поэтому в нашей... Я на это. Никогда не думай, что это последняя точка. Новый день рождает новые надежды. И все по-другому может быть. Мы-то замыслы такие делаем, а у Бога такой поворот будет, что посмотришь, и неужели это так могло случиться. Да, так Господь сделал. Так что ты на Бога уповай, никогда не ропщи, не расстраивай себя. Да мало ли еще было. Сколько людей, у которых дети погибли, мужья погибли, родственники потеряли, дом сгорел. Жизнь-то продолжается. Были на оккупированной территории. А каково теперь там так называемая Малороссия? Там столько захоронений находят, и люди боятся. Да это не только там. А что в Уганде делается, считаешь, в Палестине? У меня вот тетка живет в Луганской области, город Стаханов. Вот дядька умер в этом году, вот осенью. А она осталась там одна с больной бабушкой. Бабушке уже почти 100 лет. Это еще ее бабушка. И вот она с ней доживает в этом доме. Не знаю, созвониться очень сложно, почему-то не всегда могу до нее дозвониться. Она говорит, продала из дома уже все, что было можно. Ну, и такие лишние какие-то вещи, ценности, скажем так. В магазинах пусто, пенсии уже не платят. Три, что ли, месяца. С августа месяца, она сказала, не платят пенсии. А живут два пенсионера, получается. Работы нигде никакой нет. Почта не работает. Я говорю, ну, может, мы вам какие-то деньги можем как-то послать или посылку какую-то. Она, ничего вы не можете сделать. Я тут, даже если вы вышлете, я это не смогу получить, потому что вот так вот ничего не работает. Ну, давайте хоть на телефон скину, а ты там с телефона как-то пойдешь в эту свою... А с телефона можно снимать деньги? Ну, вот в России можно, а у них там... А как это сделать? Вот у меня на телефоне деньги, я хотел бы снять их. А это вот на билайн же у вас. Пойти туда и сказать, что вот у вас там лишние деньги на счете, я бы хотел получить наличными. Там можно как-то вот. Ну, раньше мы так делали. Бывало даже, что каким-то предпринимателям просто на телефон там кидаешь, ну, там 10 тысяч останешься должен, повезти не то, не все дольше потратишь. И мы им просто на телефон скидывали, а он потом снимал эти деньги. Я буду иметь в виду. Я обхожу это на всякий случай. А то на днях мне вдруг Билайн говорит, вам начислены деньги. Почти 600 рублей кто-то добросил еще. Кто-то скинул на телефон. А мне еще. Я эти деньги могу кому-то отдать, кто нуждается. А так они могут их списать за чего-нибудь, не пойми за что, потом не найдешь. Это тоже такая контора. У меня вот мегафон, такой тариф какой-то дурацкий. Я звонить не звоню, а деньги куда уходят, сама не знаю. И поменять его как-то все, руки не доходят. Так это надо найти. Они какие-то вам услуги прилепили, которых нету. У меня было, я же, знаете, с ними ходил, судился-то. И все, выколотил, все деньги вернули. Никто не верил. Они сначала 1150, кажется, сняли с меня, а потом 900 вернули. А остальное нет. Я пошел в милицию, и везде все вернули. Говорили, никогда не вернуть. Вернули. Ну вот. У меня пенсия 5608 рублей. Я говорю, а с кого вы берете? Я встал перед ними весь в заплатах. Зачем вы меня трогаете? Ну они маленько погодя, еще начали снимать. Ну я тогда уже, гляжу, сразу прекратили. И потом выслали еще мне деньги, прямо от них, на 20 рублей больше, чем сняли. На 20 рублей. Вовсе. Авансом, наверное. Ну может быть. Я каждый... Это у меня подарен. У меня ничего нет. Телефоны, деньги на нем, я ни рубля не ложил. Какие-то кто-то переводит. Вот. Ну, если Господу угодно, он будет, а нет, значит, ну и обойдусь без него. Что сделаешь? Так. Что читаешь в Библии, что непонятно, приготовь, и когда выйдешь, мы побеседуем на важные библейские темы. Тем более, на наших роликах ты все найдешь. Да, интересно. Ну все, ничего больше, Наташа, нету? Все, давайте. С Богом. Заходи, сама себя увидишь. До свидания. Спаси Христос. Молодец. Хорошее отношение сохранит здесь. Она сильно переживает, и, ну, поговорим, она говорит, что полегче. Такие разные, домашние. Благословим, Господь. Амур. 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 Амур.